Я так и лежу до рассвета, не рискуя шевельнуться. Боль не исчезала, но я поднимался на тренировку. Умывался сгорбленный, упираясь то в колено, то в раковину. Часы за рукописями и пишущей машинкой я выдерживаю на боли. Незаметно болезнь переваливает за восьмой месяц. Я отказываюсь ей уступать, я верю, она должна уступить. Ведь так уже было. Всего несколько лет назад я избавился от острых позвоночных болей. Я настолько уверенно и прочно чувствовал себя, что задавал вопрос, а болел ли позвоночник, не преувеличение ли все эти воспоминания о болях. Я был настолько крепок и здоров, что полагал, мне все можно и все по плечу. Теперь это как сон. Я изобретаю новые упражнения. Во всех тренировках щежу позвоночник, отказываюсь от любых тяжестей, в том числе при наклонах. А боли не унимаются. Они заставляют подниматься чуть свет. Нет такого положения, в котором бы они стихали. Еще через месяц я уже с трудом передвигался. Тренировки сузились до 30-40 минут и были возможны лишь на опасной боли. Я оказался в тупике. Все испробовано, а боль и не думает уступать. Она уже разрушила всю систему тренировок. Скомкала литературную работу, превратила меня в инвалида. Я сплю всего несколько часов сутки. Вынужден прекратить прием ванн. Обычные прогулки превратились в мучительную процедуру. Что с позвоночником? Боль так долго и упорно наседала, что я записал в дневнике «Терплю бедствие». До сих пор выбить из меня такие слова было невозможно. Но теперь боль в буквальном смысле пригнула меня к земле. Я писал лежа, свои литературные дела кое-как вел по телефону. Однако, кроме родных, я никому не давал понять, как худо у меня с позвоночником. Я не сомневался в выздоровлении. Разве в 1961 году, перед чемпионатом мира в Вене, я не преодолел похожую надсаженность спины. Но болезнь решила по-своему. Однажды в 12-м часу ночи я был парализован нечеловеческой болью. Боль отличалась одной особенностью — не снижала ярость ни в одном положении. Я решил дождаться утра, чтобы лечь в ЦИТО, Центральный институт травматологии и ортопедии. Скрюченный, дрожащий, я упирался в спинку стула грудью, старался вывесить позвоночник. Так было чуть легче. Сколько же минут в этой ночи? Я сжимал стул, чтобы не стонать. Ногти почернели, там запеклась кровь. Только в 3 часа дня пришла машина скорой помощи, и я оказался в палате ЦИТО. Три недели лечения существенно не изменили положение. Боль утратила нестерпимость, но держала меня обездвиженным. По-прежнему я мог спать всего 2-3 часа в сутки, несмотря на самые мощные обезболивающие препараты. Наконец исследования показали необходимость срочного хирургического вмешательства. Эти три недели стоили 10 лет жизни. Операция длилась свыше 4 часов. Разрез на спине был огромен. Он обнажил всю нижнюю часть позвоночника и в глубину прошел до брюшины. Остаток диска запал в мозговой канал позвоночника. Вот-вот должен был наступить паралич всей нижней части тела. Я уже чувствовал его онемением левой ноги. Исследования извлеченного тела показали, что необратимые разрушения межпозвоночного диска случились около 20 лет назад. Это совпадало с тем, что я перенес на тренировках и международных соревнованиях в 1961 году.